Вот так через окно болельщики наблюдают за межрегиональными соревнованиями по баскетболу. В этом году спортивные поединки, согласно требованиям Российской Федерации Баскетбола, проходят без зрителей. Наблюдать за перипетиями можно и дома. На официальном сайте ведется онлайн-трансляция. Мы можем, могли, конечно, 50% заполняемости зала запустить, но решили не рисковать, потому что у нас очень много соревнований. Нам придется до конца года, не придется, а мы должны провести подобных 5 этапов до конца только декабря. И 4 команды у нас поедут на выезде. Поэтому, чтобы не рисковать, потому что это очень трудное достаточно обязательство по проведению домашних туров, поэтому проводим без зрителей. Сейчас идут межрегиональные соревнования по баскетболу среди девушек 2006 года рождения. В турнире принимают участие сильнейшие команды Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Этими матчами открывается новый сезон всероссийских соревнований по баскетболу. В Нижний Тагил должны были приехать 11 сборных, но из-за пандемии коронавируса участие принимают только 6. Все они сильнейшие на Урале и в Сибири. Не приедет, не приехал Кабаровск, Тюмень, Екатеринбург, Дюшмышкино. Поэтому шестерка команд сейчас разыгрывает первые три места, которые на следующем этапе продолжат борьбу за медали на уровне уже первого этапа полуфинала. В этом сезоне в первенствах России будут выступать 9 команд, то есть практически 9 призеров на областных соревнованиях. Все заслужили право и будут бороться, начиная в первенствах федеральных округов. На следующей неделе состоится межрегиональный турнир среди юношей 2006 года рождения. Нижний Тагил будет принимать 8 команд Уральского федерального округа.